Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это, наверное, относится к тому, что то, что уже есть, но его нужно сделать еще раз, обновить У меня есть дома ботинки, которые мне когда-то давно подарили И у меня впереди они разорваны И мне все время говорят, да выброси их Но они мне такие, они удобные И я в них что только не делал И евангелизировал, работал В церковь в них ходил Но это мои ботинки Но они разорваны Но в то же время в них очень удобно И мне очень трудно взять и выбросить У вас такое происходит? Да, да, да Есть другие люди Которые все время хотят что-то новенькое купить О них мы не будем говорить Библия нас учат Что для того, чтобы принять новое вино У нас должны быть новые мехи Потому что если я хочу иметь молодое вино от Бога И хочу сохранить их в старых мехах Говорится, что это вино пропадет И я знаю Бог не сделает И не он прольет что-то на нас Зная, что это потеряется Очень часто мы делаем что-то без цели И иногда Бог нам дает что-то Мы не знаем, что с ними делать И они теряются Мы их теряем И Бог так не поступает Бог, когда призывает человека Когда он избирает человека Когда приходит к этому человеку Наполняет этого человека Вот для него есть специальная цель для него Он не предлагает тебе делать вещи просто так Мы иногда приходим куда-то Приезжаем И говорим Что я здесь делаю Для чего я сюда приехал Какая цель, чтобы я сюда приехал И Бог не такой Бог все, что он делает Когда он говорит Говорится, что когда его слово исходит Никогда оно не возвращается пустым Всегда есть цель И какова цель моей жизни Какова цель нашей жизни Куда мы идем И этим утром я размышлял И я думал о чем-то в моем доме Где я сажусь читаю У тебя есть такое место Твое вот личное И если кто-то другой сядет на твое место Ты уже не так смотришь подозрительно У тебя есть такое место Есть такие места Это вот мое место Я там сижу, мне хорошо В моем доме есть такое место И когда я с утра просыпаюсь пораньше И для меня проснуться утром Это потому что это в Библии тоже говорится Я проснусь рано И буду тебя искать Потому что это самое лучшее И быть с Богом с утра Я пью кофе Я пью кофе Он читает Библию Он читает Библию Молюсь Молюсь, да, молюсь Если я хочу начать что-то Если я хочу обновление в своей жизни Я нуждаюсь в том, чтобы быть со словом Я нуждаюсь во времени, чтобы проводить его с Богом Есть наверху какая-то картина Я говорю про свой дом Там написано, что Иисус глава в этом доме Иисус управляет моим домом Но Иисус управляет моим домом Моя жена с утра Иногда мы встречаемся И молимся вместе Потому что она мой друг Бог мне ее дал Для того, чтобы она была моим спутником Это тот, кто будет помогать тебе в твоем деле Иногда ты думаешь, ну у меня нет жены Кто же мне будет помогать? И у нас есть пример Павел Павел не работал один У него были много соратников Кому он рассказывал свое видение Люди, которые с ним ходили Люди, которые доверяли ему Я один не могу И всегда будет кто-то со мной Который мне будет помогать в этом деле Я знаю, что в моем случае Это моя жена И очень часто мы говорим о церкви Церковь начинается с дома Она начинается с семьи И мы должны сражаться за семью За нашу жену У нас дети Мы боремся за наших детей Я борюсь за своих детей Люблю своих детей Молюсь с ними И молюсь за свою жену Я являюсь ответственным за тех людей Которые в моем доме Бог мне поставил это место Я выбрал это место И Бог меня в него И призвал меня И сбрал И дал мне вот эту ответственность И у тебя есть тоже ответственность И дело Божье Оно начинается когда мы готовы Принять эту ответственность Которую Бог нам дает Согласны? И есть еще что-то в моем доме Интересное Есть одна картина Одного уже пожилого человека Который молится И который всегда мне напоминает Что за мной Были люди Которых возможно я и не знал Но они молились за меня И еще есть в моем доме Это одна пустая картина Одна комната Пустая комната В моем случае это одна комната Потому что я понимаю Что Церковь Божья Настоящая Церковь Божья Место куда приедут Должны приходить люди И это возможно Эти люди будут ангелами В Евреям 13 нам говорится Говорится что мы приняли ангелов И иногда мы принимаем Свои дома ангелов Иногда люди приходят в дом И уходят И никто не знает откуда они пришли Куда уходят И что с ними происходит В церковь приходят Бывает такое Но иногда мы думаем Но это наверное работа пастора Я не являюсь пастором Хотя я и пастор Потому что есть люди вокруг меня О которых я должен заботиться И ты тоже пастор Или ты думаешь пастор Который так вот стоит Ты тоже пастор Иисус говорил что их были Есть овцы Которые не находились в этом законе Но это было тоже его дело Чтобы было идти Но он должен был идти за ними И привести их в закон И он этим занимался Ты занимаешься этим И идти по дороге Смотреть на этих потерянных овец Которые не знают как вернуться И идти по этим путям Звонить этим людям Как ты? Как дела? Кто приходит к этому? Есть место? Нет У меня проблема есть? Да Я хочу тебе вопрос Приди к мне У меня есть место Я хочу тебе вопрос Нет У меня есть место Есть вода? Ты можешь мне покушать? Потому что у меня есть? Если я полный Если я полный Если мое сердце полно Если Иисус во мне живет Если я от Него питаюсь Если я от Него пью Что это для меня? Я ем 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 Ты можешь есть от меня? Ты можешь пить от меня? Это наша работа Быть пастором не значит быть здесь И вы которые там даете деньги Которые здесь Тот который здесь Должен отдавать тем который там Не дайте тебя обмануть Тот который тут Он должен отдавать тем который здесь Не наоборот Иисус не пришел что-то попросить Он был богат Но что он сделал? Для чего? Для того чтобы мы обогатились Если бы он смог быть стал нищен И тогда мы бы не стали богатыми И иногда мы говорим Блин я такой бедный У меня ничего нету Денег нету У меня нет денег У меня нет машины У меня есть машина Моя жена нет У меня нет дома Я живу Я тоже снимаю квартиру Я могу сказать Я такой бедный Несчастный я уже Ой бедняжка Но я знаю что я богатый Вера есть? На често есть? Другов есть? Иисус Он сидел У меня Аминь Только единственное что мне не хватает Это идти Иисус говорил что тот кто верит в Меня Из чрева Его текут реки воды живут Из твоего чрева текут реки Иисус будет приводить к тебе в твой дом Люди любят В твой дом Людей которые желают пить Люди желающие есть Люди которым нужно чтобы ты им сказал про надежду Люди которым ты покажешь свою веру Покажешь свою веру в делах Люди которые увидят что с верой можно город передвигать Можно иметь эту жизнь мирную Когда мир Божий Сверху В сердце человека И который во время Время буря или трудностей В какой-то шторме Мир который мир не может дать То что в мире ты не можешь найти Это только то, что Иисус может дать. Это тот мир, который хранит наши сердца. Иисус сказал, что дом мой домом молитвы наречется. Твой дом домом молитвы наречется. Твой дом назовется домом мира. И он нашел этого человека, который валялся там на дороге, нищего. Которого все украли. Которого избили. Которого кинули там. И когда прошел священие, посмотрели. И прошли дни. Но прошел самаритан. Кто такой самаритан? Мы не знаем откуда. Никакого звали. Но его сердце, оно за днем что-то забилось. Эта милость Божья. Благость Божья. Любой Божьей. Когда мы проходим мимо этой нужды, мы не можем пройти мимо. Не можешь пройти мимо. Если ты сын Божий, действительно это любовь. Если Христос в тебе живет на самом деле. В твоей жизни. И ты будешь Ты будешь искать этих людей, которые вокруг тебя нищен. Первое блаженство, что оно говорит? Первое блаженство, что оно говорит? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Где эти вещи? Проходит самарянин. Видит этого человека на полу. Он его заберет. Сажает его на осла. На своего осла. Не говорит, это Валь. Петь, приезжай, давай. Я что-то тороплюсь. А ты посмотри за ним. Говорится, что он на своего осла его посадил. И куда он его повез? Куда он его повез? Он исцелил и куда повез? Мой дом, это как раз вот это место, этот отель. И Бог должен быть таким? Куда приходит... Твой дом должен быть таким, куда приходят эти нищие. И там, где пастор стоит и смотрит вот так вот. И говорит, что я могу от них попросить? У них ничего нету. Если они побрые. Они бедные. Но ты богач. Или ты не богач? В Библии говорится, что блажение давать, нежели получать. Ты знаешь, что Иисус, когда умирал на кресте, Говорится, что он отдал до последней капли крови. До последней капли. Знаешь, как это было? Он был голый, а его одежду там забрали. Они разделили ее. Он был гол. И его последние слова. Какими были? Падрес, пердонал. Отец, прости, потому что не ведают, что делают. Это церковь Христа. Церковь, которая как на кресте. Которая все время смотрит на этот крест. У них есть место, где люди не ищут своего. Потому что знают, что они находятся для того, чтобы отдать. Которые живут для того, чтобы отдать. Когда я от своего пути убираю крест. Знаешь, куда я начинаю смотреть? На себе. Павел говорил, что он исключительно проповедует Христа. И Христа распятого. И не только Христа распятого. Но и Христа воскрешего. Когда я проповедую только о чем-то мертвом. Знаешь, что я буду продавать? Знаешь, что я буду продавать? Что я? Какой фрукт, какой плод, что будет из этого? Что из этого выйдет? Мертвые люди. Я сейчас объясню, что я говорю. Когда мы идем на крест. Как мы приходим? Мы умираем там или живем? Принимая крест. Как мы выходим от этого? Что с Христом произошло на третий день после креста? Ты воскрес? Ты был мертв в своих беззакониях и грехах. И Христос нас ждет? Да. Он дал нам новое. Новую жизнь. Новую надежду. И когда мы проповедуем, мы не проповедуем мертвого Христа. Потому что если я тебе проповедую Христа, который здесь жил на земле, и для того, чтобы ты имел только здесь какую-то религиозную жизнь на земле, и чтобы ты думал, что Христос даст тебе только то, что ты нуждаешься, чтобы жить здесь на земле. Я тебе буду проповедовать мертвого Христа. А у Христа, который нет силы. Христос не для этого мира. Христос для того, чтобы вести нас в другое место. Мы люди, которые верим и имеем надежду. Мы дети Божьи с надеждой в нашем сердце. И надежда, она не в этом мире. Она не в нашем доме. Ни в нашей машине. Ни в деньгах. Это не в том, что мы можем сделать здесь. Когда Абрам вышел, Когда Бог позвал Абрама, и сказал, выходи из Ура Халдеиста, выходи из места, где ты живешь, и где ты очень неудобно себя чувствуешь, где у тебя все под контролем, выходи из этого места. И знаешь, Он не сказал, куда Ему идти. Он сказал, иди. Не сказал, куда. Сказал, выйди. И я тебе покажу место. И дам тебе обещание. И мы, как дети Божьи, мы наследники обещания и обетования Божьей. Бери эти обетования. Береги в своем сердце. И говорится, что мы не из этого мира. Хотя мы и живем в этом мире. С целью в этом мире. Но мы не принадлежим. Но там есть место. Которое не здесь. Которое мы даем. Потому что мы пилигримы на этой земле. Почему, если я пилигрим? Если я просто прохожу? Почему же я хочу все время забрать эти вещи? Когда мы умрем, что мы поведем с собой? Нище и бедные, что они забрали? Почему же мы в нашем сердце, в нашем разуме всегда держимся за вещи от мира? Абрам вышел. Послушался. И не знал, куда идет. И когда он шел, Бог начал ему говорить. Постепенно, пока он шел, Он ему начал говорить. Ты будешь отцом веры. У тебя будет сын. Сын будет размножиться. Столько будет наследников, сколько звезд на небе. И мы являемся детьми Абрама. Если у нас есть такая же вера, как Абрама. И Бог тоже показал, что это Абрама. Давайте прочтем евреев. Вы здесь? Одиннадцатая глава. Восьмой и девятый стих. Верою Абрама виновался При звании уйти в страну, Которую умел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, Как на чужой, И жил в шатрах с Исааком и Яковом, С наследниками того же обетования. Как он жил на этой земле? Как на чужой. Как на стране? Си. Как иностранец. Вы знаете, как это жить, как иностранец? Я вам могу рассказать. И ты идти куда-то, И пытаешься что-то сказать, И говоришь, и говоришь, И никто тебя не понимает. И ты говоришь о своей вере, О своей семье, О твоих друзьях. Теперь всегда понимают? Когда ты с ними разговариваешь, Теперь всегда понимают? Нет. Я очень хорошо понимаю, Что такое быть иностранцем, И жить как иностранец. И Абрам жил как иностранец. Я живу в России, Но я знал, что я не из России, И не русский. Я это знал. Ты живешь в этом мире, Но не принадлежишь этому миру. Я старался здесь вот как-то продержаться. Должен был научиться по-русски там говорить. Должен был немножко с культурой познакомиться. Вместо кофе начал чай пить. И были вещи, которые я должен был изменить. И даже чай без сахара приходилось. Были вещи, которыми я должен был научиться. Но когда я выходил на улицу, Я очень четко понимал. Я здесь иностранец. И я шоу. И вроде я как-то снаружи похож на русский. На русский. Я шел, ходил. И ты? Ты не замечал, что я иностранец? Я одену шапочку, две варежки, все это. Но я в моем сердце, внутри. Я знал, что я иностранец. Что я не принадлежу этой здесь стране. Что я не русский. И в Библии говорится, что мы не принадлежим этому миру. Что у меня есть другая страна. Что у меня есть другая национальность. И есть место, в 10 стихе об этом говорится. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которому художник и строитель Бог. Авраам ожидал этого города. Отец веры. И говорится, что он Бог архитектор. И художник это был Бог. Все это творение Начинается с Бога И кончается с Богом. Начинается с Бога И заканчивается с Богом. Все творение Которое с Богом. Я знаю, что он архитектор. Бог архитектор любого. Архитектор, который делает план. Здесь есть архитектор? Когда Моисей делал этот ковчег Бог ему сказал Он сказал, что Сделай мне место Я хотел всегда быть внутри своего народа Хотя он и недалеко Павел говорил грекам Что Бог недалеко от каждого из нас И я всегда жил среди вас Близко к вам И Эммануэль это значит Бог с нами И Моисей хотел сделать этот ковчег Как ты думаешь? Моисей проснулся и говорит Сделаю ковчег, что ли? Я тут в пустыне Сделаю ковчег Сделаю какую-то такую штуку Кто ему сказал? Кто ему проговорил? И после того, как он этому сказал Сделай ковчег Он не сказал Сделай как тебе на твое усмотрение Это то, что нам бы хотелось Скажи мне Бог И я сделаю как я считаю нужным Говори, говори мне И я сделаю как я считаю нужным И Бог говорит, что надо сделать так, так, так и так Я думаю, что лучше сделать вот так, так и так Знаешь, что когда это видение было дало Моисею? Он увидел длину Короче, они оба увидели И там, а там вроде разного Окей Ковчег завета Ковчег завета Моисея Окей В лодке Моисея Он увидел длину И ширину И высоту Он сказал, что должно быть внутри Какого цвета Женщины в этот момент не должны были давать советов Никто Какого цвета Женщины не выбирали цвет Это было божье Это было только между Богом и Моисеем Вопросы Дизайн Он сказал ему цвет Он сказал как Он не дал Моисею возможности по самому что-то думать В 8 главе еврея говорится Я прочитаю В 8 5 стих Который служит по образу И тени небесного Как сказано было Моисею Когда он приступал к совершению скини Смотри Смотри Сказано Сделай все по образу По образу показанному тебе на горе Смотри Сделай все вещи Все Что значит все Сделай все Сделай все как я тебе показал И человек начинает думать Да Церковь она должна быть такова Такая Или немножечко вот здесь вот так вот И мы верим вот в это Вы верите вот в это Другие верят по другому Давайте сделаем так Или так По другому И люди потом они просто Потираются Когда Иисус пришел на землю Он увидел что много овец Они были без пастуха Они были потеряны Они не знали куда идти Столько идей Столько всяких вещей Столько доктрин Сделай как тебе Бог показал на горе Послушание то что Бог нам говорит Послушайся как Как Он хочет это сделать Настоящее творение церкви Это не работа человека Ты можешь сделать церковь Ты можешь сделать проект И можешь написать на нем христианство Или любой другой Который тебе понравится Но если в этом нет Бога И то что ты хочешь сделать Дурала Продлиться Прослужит год Или два Или три года Или сколько-то лет Но если это сделано руками человеческими После смерти Иисуса Ученики начали проповедовать Евангелие И их посадили в тюрьму Потому что религиозные лидеры того времени Думали посадив их в тюрьму Они закончили все эти проблемы с ними И один из этих учителей Мудрых сказал И сказал Оставьте этих людей Потому что если это от Бога Вы не сможете это разрушить Если дело Божье Бог он защитит свое Он сделает чтобы это продолжалось И он сделает чтобы это продолжалось И шло вперед Человек это просто строитель Он просто инструмент И церковь она не создается Идеями человеческими И когда Иисус спросил у Петра И своих учеников Что говорят люди обо мне Что люди думают Кто я Один сказал Иеремия Второй сказал Илья Кто-то говорит Что ты пророк Но поднялся Петр И сказал Ты Христос Сын Бога Живого Ты знаешь ли это в своем сердце Кто Иисус Что Он Сын Бога Живого И большое вот это Я есть И Иисус отвечает Петру На этом Я построю свою церковь Не на Петре Не на человеке Не на идее Но на этом откровении Петра Которое прямо с неба пришло к нему Это откровение Это откровение Которое ни по крови Ни по плоти Открылось Но открыто Непосредственно с неба Прямо в сердце Петра Бог говорил Моисею Бог говорит Абрам Бог говорил Петру Бог говорил Павлу И Бог говорит тебе Когда Бог тебе говорит Сохраняя Его Слово Потому что одна из вещей Что то что делает враг Хочет взять и украсть это слово Сомнения Говорил ли мне Бог или не говорит Если ты посмотришь на жизнь Абрама Ты увидишь что у него было много сомнений Проходили времена Он увидел себя уже старым И он смотрел на Сару Сара уже тоже старенькая Он еще более старенький Они уже такие старички И сын ничего никак не родился Но Бог ему пообещал сына Вся надежда была на этом сыне И когда Сара Начинает сомневаться А у нее какой-то план сейчас Смотри давай возьмем мою служанку И давай поможем Богу Потому что похоже что Бог Он что-то не может Но вы знаете эту историю Конфликт Говорится что рабыня Сын Сын Тот кто родился по плоти Что плоть и дух Неужели в нашем Внутри нас это не происходит Дух хочет И плоть И церковь Бога живого Она это духовная церковь Ее фундамент Ее основание То что есть Оно не основано на идеях человечества То что я могу своими руками сделать Потому что Бог мог послать много мудрости Он мог послать много архитекторов Много конструкторов Но когда Иисус ушел Из вещей которые он обещал своим детям Он сказал что я пошлю своего духа Вы со мной? Пять минут Но есть надежда Сын Божий Он сын надежды И мы сами надежда И Павел говорил Что если я проповедую Мертвого Христа Если Христос только для этой земли Для этого В этом мире Я самый несчастный христианин Для чего я тогда страдаю? И Павел проповедовал Воскресшего Христа Какая наша надежда? Какая? Где она находится Наша надежда? Знаю что здесь на земле есть Иерусалим Но есть еще один Иерусалим Который на небе И что дети Божьи ждут Когда этот Иерусалим Небесный Придет Что дети Божьи ждут однажды Когда мы увидим Однажды Христа И если даже мы умрем Знаем Пойдем к С Ним Это надежда Поэтому мы живем Поэтому мы сражаемся Поэтому проповедуем Потому что знаем Потому что знаем Что мы находимся В этом мире Но не принадлежим Этому миру И Сын Божий ждет Проявление Детей Божьих Мир ждет Когда однажды Христос придет Ждет ли мир Мир не ждет Дети Божьи ждут Дети Божьи ждут Аминь И жди этого дня Любое творение Божье Оно основано На вере Которая приходит от Бога И на послушание Богу На понимание Что это от Бога Что мы являемся Просто инструментами В руках Божьих И то что творение Бога Настоящее творение